В январе прошлого года губернатор Московской области представил свою программу «Наше Подмосковье» и поставил цель правительству региона и муниципальным властям сделать Подмосковье регионом-лидером. Насколько же удалось реализовать поставленные задачи? На очередном обращении к жителям Андрей Воробьёв отчитался о проделанной работе. Подробности в начале нашего выпуска. 29 января в Доме правительства Московской области Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Решён вопрос с обеспечением льготников бесплатными лекарствами. Теперь все нуждающиеся жители Подмосковья могут получить необходимые лекарства. А для удобства получения рецепта и лекарств в одном месте уже в этом году планируется открыть 80 аптечных пунктов при поликлиниках. Что же касается самих поликлиник, то их состояние, безусловно, следует улучшать. Мы разработали и в этом году приступаем к внедрению стандартов поликлиника Подмосковья. Будем строить новые объекты и приводить в порядок старый. Начнём с создания условий для детей. В этом году отремонтируем и оборудуем 15 детских поликлиник. Правительство Московской области начало комплексно решать проблему миграции во взаимодействии с ФМС, МВД и прокуратурой. В первую очередь мы снизили квоту на иностранную рабочую силу. Сейчас у нас 102 тысячи человек и требования принципиальные к выдаче квоты предъявили. Также совместно с ФМС мы открыли в Игорьевском районе миграционный центр. Он уже работает. А в дереве Голева, около МКАД, это там, где Гринвуд расположен, в марте запускается регистрационный центр. Первый в Московской области, где мигрантам будут оказываться медицинские и правовые услуги. Важный вопрос – сокращение очереди в детские сады. Проблему решают в ускоренном темпе. Только за прошлый год Подмосковье построили 100 детских дошкольных учреждений. Уделяют внимание школьникам, многие из которых еще вынуждены учиться во вторую смену. В 2013-м в Московской области построили 17 современных школ. Губернатор отметил, что в регионе остаются и такие нерешенные проблемы, как состояние жилищно-коммунального хозяйства, ветхое и аварийное жилье, общественный транспорт и ремонт дорог, решать которые следует постепенно и сообща для достижения эффективных результатов. На заседании Высшего совета присутствовал глава Ленинского района Сергей Кошман. По всем показателям идеологии роста Ленинский район находится в фарватере политики губернатора Московской области. И, конечно, мы хотим стать и лидерами. Лидерами в работе, в жизни, в оказании условий для проживания комфортного наших жителей. Понимаем, что многое и многое надо сделать. Но делать будем каждый день, каждый шаг идя вперед, способствуя тому, чтобы территория Ленинского района была комфортной для проживания. По итогам обращения губернатор Московской области отметил, что удалось дать старт переменам, которые заметны людям. И в планах на 2014 год продолжить эту работу. Лариса Вольнова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.